Корейской войной 1950-1953 года принято называть локальный военный конфликт между двумя противоборствующими частями некогда едной страны, которая разделилась после Второй мировой войны на Южную и Северную Корею. На самом деле это была опоследованная война, которую руками корейского народа вели две военно-политические системы – советская и американская. Прокоммунистическую Северную Корею поддерживали СССР и Китай, участие которых в этом конфликте было неофициальным. В боевых действиях на стороне Южной Кореи принимали участие миротворческие силы ООН. В Пхеньяне эту войну называют отечественной освободительной, а в Сеуле ее именуют смутой или инцидент 25 июня. Этот военный конфликт случился более полувека назад, официально так и не закончен, поскольку об окончании его заявление не поступало, а противостояние между двумя Кореями продолжается и в наши дни. Предвидеть такое развитие событий можно было еще летом 45 года, когда на территории корейского полуострова появились солдаты армий СССР и США. А после того, как Вторая мировая закончилась, и полуостров временно разделился на Северную и Южные части по 38-й параллели, конфронтация между ними стала еще ощутимее. Хотя предполагалось, что со временем Корея должна стать единой страной. Но началась холодная война, и в условиях противостояния двух противоборствующих мировых систем договориться о воссоединении стало практически невозможно. Поэтому Северная Корея развивалась под протекторатом Советского Союза и стала коммунистической страной. А Южная Корея была больше ориентирована на Запад и США, и пошла по капиталистическому пути развития. Но и генеральный секретар Ким Ир Сен и президент Пи Сен Ман стремились к объединению, но каждый видел единую Корею под своим руководством. И в то же время оба лидера понимали, что без применения силы им не обойтись, поэтому готовились к войне. До 1950 года советские и американские войска покинули территорию полуострова, оставив там не только боевую технику, но и своих военных советников. Стычки вдоль линии разграбления двух Корей происходили регулярно, и ситуация оставалась крайне напряженной, пока 25 июня 1950 года не переросла в вооруженный конфликт, который начался с неожиданного наступления северокорейских войск. В Совете Безопасности ООН корейский вопрос обсуждали в тот же день, и в результате пришли к соглашению оказать Южной Корее военную помощь, а Северную Корею в ультимативной форме обязали вывести свои военные силы с южных территорий. Такие решения удалось принять, поскольку в это время представитель Советского Союза отказался участвовать в заседании Совета безопасности и не смог воспользоваться правом ВЕТА. 27 июня американские военно-воздушные и военно-морские силы, а 1 июля сухопутные войска прибыли для участия в Корейской войне. Кроме США, в боевые действия вступили воинские формирования еще 16 государств. Первоначально северокорейская армия действовала весьма успешно, и ей удалось обратить в бегство южнокорейские войска вместе с миротворческими силами. Северяне успешно повели военные операции в районе Сувона, Сеула, Наггугана, Тэджона и Пусана, и в результате оккупировали большую часть южнокорейской территории. Войска противника оказались прижаты к морю в районе порта Пусан. Верховный главнокомандующий миротворческими войсками в Корее генерал Дуглас МакАртур не только сумел грамотно организовать оборону порта Пусан, но и осуществил контрнаступление с высадкой американского десанта в порту Инчхон. 15 сентября Инчхон был взят. Объединенные силы миротворцев ООН и южнокорейской армии успешно двигались вперед, отвоевали ранее потерянные территории. Северокорейские войска оказались отброшенными до самой границы с Китаем, а это значило, что вся территория корейского полуострова может оказаться оккупирована американскими и южнокорейскими силами. Поэтому, чтобы не допустить такого развития событий, Советский Союз и Китай приняли решение прийти на помощь своему союзнику, и уже к началу ноября китайские войска, их называли китайскими народными добровольцами, и советские истребители МИГ оказались на территории Кореи. До января 1951 года военные действия шли с переменным успехом, но ни одна сторона не добилась существенных результатов. К июлю 1951 года войска противников заняли позиции приблизительно по треть с восьмой параллели, то есть оказались там, где и началась война год назад. В июле 1951 года противники заговорили о перемирии. Хотя переговоры и начались, но боевые действия все так же продолжались. Теперь боевые действия перемещались в воздух, где соперничали американские и советские пилоты. Весной 1953 года умер Сталин, и в СССР решили, что пришло время прекращать эту войну. Без помощи Советского Союза Северная Корея не рискнула продолжать боевые действия, поэтому уже 27 июля 1953 года в деревеньке Пхаммунджон на границе Северной-Южной Кореи было подписано соглашение о прекращении боевых действий, что по сути означало конец Корейской войны. Согласно этому соглашению, между двумя государствами установились 4 километра нейтральная дематериализованная полоса, а также определены правила возвращения военнопленных. В этой войне обе стороны понесли огромные людские потери. Среди воевавших на стороне Северной Кореи было убито и ранено более полутора миллиона человек, среди них около 900 тысяч китайцев. Потери южан достигли почти миллиона человек, более 150 тысяч из которых были американцами. Потери среди мирного населения корейского полуострова достигли порядка трех миллионов человек. С тех пор Корея остается разделена на два независимых государства, которые пошли разными путями развития. Обсуждение этих путей достойно отдельного видео. А если вы хотите увидеть это видео, то давайте наберем 70 лайков, я знаю вы можете это. А также пишите в комментариях о том, хотите ли вы увидеть это видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!